Добрый вечер. Это программа «Археология» студии Сергей Медведев. К вопросу о знаковых событиях современности. 26 июня 2013 года исполняется 50 лет Михаилу Борисовичу Ходорковскому. И я считаю, это действительно событие, которое должно отмечаться у нас в стране и которое, может быть, даже в долгосрочной перспективе, как вообще все связанное с судьбой Ходорковского, точно так же, как и в этом 2013 году исполняется 10 лет его аресту. Это был октябрь 2003 года, так что исполняется 10 лет его аресту и заключению. И все события, связанные с Ходорковским, мне кажется, должны получать достойное освещение в прессе, чем мы сейчас и занимаемся. У нас в гостях представитель Ходорковского по связям с общественностью Ольга или Кюли Писпонин. Добрый вечер. Давайте сначала выясним, как вас лучше называть. В эфире, но раз мы в эфире, можно меня называть Ольгой. Понятно. Так всем привычнее в жизни для друзей Я Кюли. Это финское имя, да? Это финское имя, да. У меня дедушка Фин Урга. Урга Писпонин. Урга – это как Урха, как то же самое, да? Герой, по-моему, по-фински. Такое имя. Почему-то при этом, при всем его почему-то звали Сашкой. Несповедимы русские этимологии, да? Да. И жил, как мы с вами уже говорили, это под Петербургом, да, ваша семья? Оттуда корни Ингерман Ланце. Изначально, потом это Псковская область, перебирались ближе к морю. Вот черта седлости была за 200 километров. Там осели, там выросли, родились мои родители, папа и мама. У мамы, правда, абсолютно русские корни, Афанасьева настоящая. И вот потом уже оттуда бежали, как водится, из колхозов без паспортов в Питер, чтобы там как-то начать новую жизнь. А вы сколько прожили в Петербурге? В Ленинграде еще тогда? В Ленинграде. Я родилась на Васильевском острове. Прожила там до 20 лет или 21. Чувствуете себя петербуржкой в Москве? Конечно. Несете, так сказать, печать культурной столицы? Где я ее несу? Куда я ее несу? На кого я ее ставлю? По радиоволнам и телевизионным? Нет, не несу. Я думаю, достаточно носителей поумнее меня и посильнее, которые могут и должны это делать. Я просто из Питера. Ну туда, когда вы возвращаетесь? Конечно. Питер — это дом. Там родители, там друзья все. Здесь, конечно, тоже есть друзья. Естественно, за столько лет, что я здесь живу. Но такие прям коренные, из детства, они там. Там же вы уже выбрали журналистскую профессию? Нет. Я сюда случайно зашла. Мы просто поехали с мужем и с ребенком в Прагу, куда только что переехала радио «Свобода» из Мюнхена. Там набирали народ. Очень нужны были люди. Потому что переехали не все, многие остались в Мюнхене. И мы случайно зашли попробоваться вместе с мужем. Попробоваться на радио «Свобода» что-нибудь сделать. Ну вот так я и осталась там на 10 лет. На 10 лет в Праге. Как вам радийный опыт, сравнивая с телевизионным? Вот вы, скажем, работаете в радио, работаете в телевидении. Что вам ближе? Что вам больше нравится? Ну это несравнимые, в общем-то, вещи. Как можно это сравнивать? Это совсем разные задачи, разные исполнения этих задач. Разные месседжи, на самом деле. То есть, ну просто ты по-другому себя ведешь, по-другому думаешь даже очень часто. Вам одинаково комфортно и в радио, и в телестудии? Ну, так как это уже достаточно много лет. Очень много. То абсолютно. Что там, что там. Да, комфортно, конечно. Ну, почти 20 лет уже. Я просто всегда сравниваю. Это, в общем, тоже, ну, меньше вашего опыта, но определенное количество лет работая там и там, сравнивая себя в радио и на телевидении. И все-таки не могу избавиться от ощущения, что радио гораздо более естественный и интимный опыт. Но он интимно-естественно. Ну, конечно, интимный. Ну, посмотрите, даже если выключить свет, то гу-гу. То есть мы сидим с вами в маленькой комнатке, в абсолютно звукоизоляции, шумоизоляции. Мы не слышим, что происходит во всем мире, зато мы точно знаем, что нас слышат каждое дыхание. И каждая интонация считывается на радио, конечно, в тысячи крат лучше, чем на телевидении. Потому что на телевидении еще забивает картинка, на которую ты отвлекаешься, которая может абсолютно в разрез с твоим текстом идти. И посыл будет разный. Очень много технологий на телевидении между тобой и зрителем. На радио гораздо короче путь. Ну, на телеке тоже можно сделать очень короткий путь, согласитесь. Точно так же посадить в студии, поставить одну камеру, убрать оператора, сказать камеру-мотор. Ну да, если с одной камерой. Можно. Но обычно все равно это грим. Если это все не обвешивать какими-то гаджетами. Грим, свет и так далее. Поэтому на радио очень удобно. Не нужно ни гримроваться, ни краситься, ни одеваться. Радио прекрасно в этом отношении. Прага, вы с Прагой тоже как-то связываете что-то, как с Питером? Ну, конечно. Сразу после Питера достаточно большая часть моей жизни. И там тоже мои ближайшие родственники, самые любимые. И там осталась учиться моя дочка. Конечно, это тоже второй дом. Там была вот после переезда из Мюнхена какая-то особая атмосфера на свободе создана. Ну, я не знаю, какая она была в Мюнхене. Поэтому я не знаю, была ли она особой от мюнхенской. Но это было, конечно, очень интересно. И это было очень для меня, маленькой девочки, которая вообще в принципе не знала ни, что такое журналистика, ни, что такое вражеские голоса, ни, что такое диссиденты. Попасть сразу в среду таких монстров по-хорошему, мастодонтов слова. Там же каждый второй писатель. Писатель хороший, известный. То есть я так ходила, и мне был очень стыдный эпизод, когда со мной знакомится человек. Я вижу, что все так с придыханием смотрят на него. А я даже не знаю, кто это. Кто оказался? Потом мне было очень стыдно. Это был Ессель Лешковский. А, Лешковский. Кто еще там был? Говорит, ну как же, ну а курочек? Я такая, и? И что? Пропадал я за этот акурочек. Да, да, да. Войнович там был, да, кажется? Петя Вайль, Александр Генис. Он когда-то служил до Влатов. Там действительно огромное количество очень уважаемых, очень достойных. Это вот прямо вот как я себе представляю, что такое альма-матер. Это вот оно, конечно. То есть это настоящая семья, которая меня всему выучила, научила, научила понимать, думать, продумывать каждое слово. Не всегда, правда, получается, но учили во всяком случае. То есть получились какие-то очень такие хорошие, ключевые собрания журналистов. То же самое, как вы на старом НТВ работали еще, да? Да, но это как? То есть такие школы. Это очень хорошая школа была. Правда, я поправлю. Это все-таки было не совсем старое НТВ. Это было НТВ Йордана. То есть это было уже после того самого, как это называется, разгрома. Но это было НТВ Йордана, и я работала с Лениным Геннадьевичем Парфеновым. Он как раз запускал «Страну и мир», и мы трактовали очень долго и усиленно это все. И новости... Это, конечно, была адская школа. Это я тогда первый раз попала на телевидение. И сразу так вот прям... Это было сложно, да. Самый замес. Да, Савик Шустр тогда еще работал на НТВ. Ну да, но, в общем, я думаю, во многом смысле это еще старое НТВ. Ну оно да, оно во многом было старое, конечно, но уже, в общем, все-таки не то самое. Уже Киселева не было, Сорокиной не было. В общем, все это компании. И затем уже ваша последняя телевизионная инкарнация — это «Дождь», телеканал «Дождь». Ну последняя, да. Между этими еще было несколько разных, но последняя, да, это «Дождь». «Дождь» — вообще принципиально другая история. Абсолютно. По атмосфере, по продакшену, по всему. Сто процентов там вот все против правил. Это Наташа Синдеевой и Вере Кричевской, когда они его придумывали, там, строили на коленке, что называется. Им все говорили, ну, фу, это никогда не получится. Вы что? Разве же можно делать студию с окнами? Да вы с ума сошли, девочки. Посмотрите, как работают метры. Вот. Это говорили абсолютно все. Это говорили абсолютно всегда. Это говорят до сих пор. «Дождю», что все делает не так, все делает не этак, там, куча ошибок. Очень часто у нас в эфире, а я работаю там с первого дня и даже раньше, и когда у нас там что-то обваливалось в эфире, что-то падало постоянно, что-то случалось, что-то гасло, что-то отваливались камеры и так далее, и так далее. Мы честно говорили, ребят, ну, простите, ну, вы же понимаете, что мы строим прямо на ваших глазах, а мы действительно это все время показывали на «Дожде», как это все строится. Это абсолютно новое такое слово было. И со стороны друзей-федералов, я имею в виду, с федеральных телеканалов, конечно, было очень много нареканий, и я со многими согласна. Ну, я имею в виду работу, там, журналистку и так далее, но, тем не менее, ребята растут, очень сильно растут. Ну, там, да, это, так сказать, одно на другое меняется. С одной стороны, то, что есть какие-то шероховатости. Шерохово-технические, да. Это же вяга. Преодолевается вот то, что мы с вами уже говорили, вот такая вот форматность телевидения, и то, что, так сказать, все готово, все гладко, свет выставлен, слова проговорены. Мы можем там хохотать в эфире, мы можем падать под стол, мы можем приходить, черт знает с какими прическами, да, и такое было. У нас мы долго экспериментировали, и, там, придумывать какие-то сюжеты с, ну, совсем нетривиальными ходами телевизионными. И это все можно, и ничего не запрещено, потому что мы нащупывали, мы искали вот то самое живое слово, мне кажется, на дожди это получилось. Мне кажется, удалось. А мог ли бы дождь, вы считаете, стать крупным каналом, если, так сказать, при возможности... Ну, во-первых, он сейчас крупный канал. Нет, крупный, я имею в виду, скажем, по федеральным меркам, то есть на равных работать в федеральном информационном пространстве. Конечно, а почему нет? То есть это же история могла быть, да. Ну, во всяком случае, во всяком случае, дождь участвовал, подавал заявки на попадание в мультиплексы, только почему-то не попадал. Нет, я имею в виду затем уже, если бы, так сказать, дождь вышел в широкий эфир. То есть я пытаюсь понять, насколько это может быть такой историей для своих, прекрасно, и я, так сказать, наслаждаюсь и смотрю это одно из очень немногих, что я смотрю. А насколько это может быть историей для большой страны со 150 миллионами зрителей? А я вам расскажу, что, оказывается, это может быть историей не для своих. Я тоже, когда сидишь в Москве, да, в пределах Садового кольца, и видишься, в общем, только со своими приятными, там, друзьями, журналистами, да и теми, кто, в общем, тебя смотрит и слушает. Вот немножко искаженная, кажется, картинка мира. Так вот я приехала в деревню, у меня деревня далеко, как я уже сказала, в Псковской области. Псковская область, да. Да. И там даже нет магазина, там ездит такая автолавка, знаете, магазин на колесах, привозит все продукты. И вот я прихожу в эту автолавку, а я живу там, ну, всю жизнь, с детства. И там женщина, которая много лет уже возит продукты по всем этим деревням. Друг говорит, ой, это ты. Я говорю, кто я? Я. Говорю, конечно, я. Мы с тобой видимся каждое лето. Говорит, нет, ну я же вижу, на дожде же. Я говорю, а вы что здесь, дождь смотрите? У вас и интернет тут есть, да? Нет. В пакете? В Триколоре. А, в Триколоре, да. Да. И он говорит, конечно, смотрим. А что еще смотреть? Это не между собойчик уже. То есть, когда это выходит на... Понятно, что они сами выбирают, их никто не заставляет смотреть дождь. Им никто не говорит в соцсетях, что это круто, что это модно, что это в тренде. Ну да, это естественный вбор уже. Они просто, да, они пощелкали канал и почему-то остановились не на первом с новостями, а на дожде. Не на Екатерине Андреевой, а на Ольге Писпанин. Уже нет. Ну что ж, Ольга Писпанин, бывшее лицо телеканала «Дождь», а ныне голос Михаила Ходорковского у нас в гостях в «Археологии». Мы продолжим после перерыва. Добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня представитель Михаила Борисовича Ходорковского по связям с общественностью Ольга Писпанин. И напомню, что 26 июня 50 лет исполняется Ходорковскому, и вот в связи с этим мы решили поговорить с его новым, вернее не новым, а первым, да, ведь это впервые такая функция, как представитель по связям с общественностью. Ольга, вот у вас такая заметная журналистская карьера, «Свобода» в Праге, затем НТВ, затем еще ряд телевизионных, радийных проектов одновременно идущих, затем «Дождь», фактически, лицо телеканала «Дождь». Оставить это все, оставить все свои журналистские инстинкты, так скажем, чтобы стать голосом другого человека. Вот как для вас это удается, как вам это удается, эта перемена? Подловили. Сложно, сложно. Вот именно про журналистские инстинкты сложно. Не сложно оставить студию с микрофоном и телекамеру. Я, видимо, немножко, ну, вот всегда говорят, что сложно уйти из телека, да, ломки там будут и так далее. Может, и будут, пока нет. Но вот именно... Вы два месяца, да, в этой функции? Три. Три с... С марта. А, ну, в март-июнь, да. С марта, по-моему, май, да. И сложно именно отставить в сторону журналистские инстинкты, когда приплывает какая-то информация, и первый порыв, конечно же, как у собаки Павлова, это срочно, срочно в эфир, что называется. Срочно в номер, да. Не всё бывает... А тут нужно уже, конечно, думать о том, что... Ну, во-первых, в какой стране мы живём? Во-вторых, где находится мой шеф сейчас? В-третьих, десять раз подумать, не дай бог, не осложнит ли это жизнь, не повлияет ли каким-то образом, потому что главная цель это одна, чтобы Михаил Борисович всё-таки вышел. И, конечно же, это так охолаживает мой журналистский пыл, и пока вот так сложновато. Предложение для вас неожиданным было? Конечно. Ну, вы можете себе представить, что к вам обратится Михаил Ходорковский и скажет, давай поработаем. Он вас по дождю знал? Вы раньше не встречались? Нет, мы не встречались никогда. Я была в Праге, когда вот это всё развивалось. Потом я приехала уже сюда, когда уже, собственно, Пфиос настал. И начались посадки йокосовцев. Я уже здесь была, это всё наблюдала, ходила, конечно, к суду. Ну, то есть я всегда интересовалась его судьбой. Я понимала, что происходит рейдерский захват. Я понимала, что происходит абсолютно такая нечеловеческая история, когда в заложники берутся огромное количество людей совершенно по надуманным обвинениям только для того, чтобы посадить этого человека. И у меня самый главный вопрос, конечно, все эти годы, что я следила за его делом, был только один. Почему он не уехал? Я, ну, по-человечески не понимала. Да что ж такое-то? Ну, почему же не уехал? А у вас есть какие-то объяснения этого? Да. У меня они появились. Когда появились? Недавно совсем, когда я начала работать на Михаила Борисовича. А, уже сейчас в этот... Да, и поехала знакомиться с его родителями. И когда я познакомилась... Ну, то есть я с ним, естественно, раньше когда-то там говорила по телефону, брала интервью, но никогда не разговаривала близко, знаете, в домашней обстановке. И когда я поговорила минут 15 всего с Мариной Филипповной и с Борисом Моисеевичем, у меня этот вопрос просто отпал. Он не мог уехать. Это был моральный выбор. Он не мог уехать. Когда остаться? Тогда, в октябре, да? При таком воспитании, при таких родителях, при том, что взяли в заложники огромное количество его сотрудников, которых он в глаза не видел. Равно, как и они его в глаза не видели. Но отсидели только потому, что служили в Юксе, работали в Юксе, но не сдали его. Это удивительно. Это, конечно, история, по которой, конечно, еще будут снимать фильмы. Ну, фильм один уже снят. Как вам, кстати, фильмы Ходорковской, Кирилла Туши? Да. Вы знаете, ну, в общем, мне особо нечего сказать. Но он адекватен вашему видению ситуации с Ходорковским. Вы знаете, может быть, мне стоит его пересмотреть, потому что я смотрела его только, когда он вышел. Еще другими глазами. Да, совсем другими глазами, не будучи погруженный. То есть все равно это все-таки большая разница, когда ты смотришь или как журналист, или как просто наблюдатель со стороны. Или как, вы знаете, удивительная совершенно сцена была. Недавно сидим в кафе с приятелем, разговариваем. И сидит девушка такая, ну, абсолютно такая московская красавица. Вот губки, собачка, левитон. Просто вот такая дружеский шарш, что называется, на московскую девушку красивую. И она сидит, говорит, какому-то своему другу, говорит, ну, я не понимаю. Ну, он же 10 лет уже сидит. Ну, что такое? Ну, сколько можно? Ну, 10 лет. Ну, сколько можно держать человека ни за что? Вы знаете, это... По-другому уже смотришь на это все. Ты думаешь, боже мой, спасибо большое, девушка прекрасная. Вы знаете, в фильме там эта тема очень много с разных сторон берется. Почему Ходорковский не уехал, почему Ходорковский остался. Там и его близкие говорят, и адвокаты с ним работающие, Бен Арис. Там разные взгляды есть. Но мне кажется, очень там многопланово подано вот это. И я склоняюсь тоже к тому, не зная лично Михаила Борисовича, но уважаю его выбор. Мне тоже кажется, что здесь была очень сильная такая моральная позиция. И может быть, даже здесь какой-то в результате... Там в этом фильме, мне кажется, Достоевщины много. Вот там такое буквально чуть ли не... Ну, вот это меня немного смущало, да. С точки зрения Достоевского, что он выбрал тюрьму для того, чтобы, так сказать, пройти через вот это вот искупление и затем обратиться в новом качестве. Знаете, мне кажется, нормальный человек в здравом уме не может выбирать тюрьму. Ну, точно. Не дай бог никому. Это да. Но точно совершенно, что в любом случае, делая тот выбор, он, наверное, не мог предполагать, что это обернется столькими годами. Скорее всего. То есть, видимо, предполагалось, что будет силовое давление, взять их в заложники. Даже я человек, в общем, далекий тогда от Михаила Борисовича, да и сейчас, в общем, далекий. К сожалению, скорее бы он вышел. Совершенно не могла представить себе, что это может быть 10 лет. Ты думал, ну, два годика, может, поддержат, постращают и выпустят. Нажмут, отнимут все, что можно и оставят в покое. Совершенно ведь никто тогда не ожидал, что это будет так долго. А кто-то ожидал, что будет двушечка девочкам с Пусси Райт. Ну, тут да, логика системы такая, самораскручивающаяся. Это здесь вообще... То есть, тут вообще не предсказать. То есть, я человек, ну, я как циничный журналист. Вот, пришлось стать ценнее, ну, иначе, сами знаете, не выжить в этой ленте новостей. Даже все мои пессимистичные прогнозы уже не оправдываются. Ну, то есть, ну, как-то куда дальше, знаете, уже как даже снизу постучат. Ну, то да, по многим очень позициям в современной российской жизни пессимистичный прогноз оказывается далеко не хуже. Он, по-моему, практически оптимистичен. Мне уже становится страшно, боже, чего же еще думать. Да-да-да, где нижний предел. Какой у вас сейчас контакт с Михаилом Борисовичем? Вы туда ездили, но вы с ним встречались? Я ездила, нет, я с ним не встречалась. Вы с ним не имеете права, да? Нет, я не адвокат, я не родственник. Я не могу. Я могла бы быть общественным защитником, но это когда идет процесс. Поэтому я тоже, слава богу, процесса нет. Но, ну, как обычно, через адвоката, посредством почты. Любой человек ему может написать. Почтой письменной? Письменной. То есть имейл там невозможен? Ну, смотрите, есть уже, может быть, дойдет наконец-то и до нашей колонии. Это замечательная история, как она существует, например, уже в некоторых колониях, во ФСИН в некоторых. Вот, например, Леша Козлов сидел здесь, в речнике. Я ему писала письма совершенно спокойно. Можно было электронную почту ему отправить. Ему ее распечатывали, приносили. Он читал, писал от руки ответ. Это к Сериле. Посылали мне обратно. И так с очень многими можно переписываться, действительно. Но до нашей колонии пока не дошло. Это вообще принципиальная часть вот этого поражения в правах, что человеку недоступен интернет. Ну да, конечно. Ты отбываешь заключение. Ты отрезан от всего мира. Иначе в чем тогда оно? Ну, ты отрезан от социального, от человеческого общения. Я даже вот как-то впервые сейчас об этом подумал. И это везде так? И на Западе тоже интернет запрещен заключенный? На Западе его заключенные учатся по интернету. Ну да, вот это и наша национальная особенность. То, что интернет не положен. Нет, ну опять же, повторюсь, я не... Надо спросить, там, не знаю, у Оли Романовой, у Зои Световой. Может быть, в некоторых колониях это уже есть, дошло. Скорее всего, наверное, даже есть. Раз уж все-таки до каких-то там СИНов дошло, СИЗО, то, может быть, дошло и до колоний. Но вот в нашей нет. Но в любом случае через бумагу, то же самое, как с Козлом, и эту бумагу кто-то также обязан прочитать в некой цензуре. Да, конечно. И входящую, и исходящую. Обязательно. Цензура прочитывает абсолютно все. Конечно. А мобильный телефон тоже, естественно. Ну что вы. Нет, конечно. Какой мобильный телефон? Но в... У него есть возможность звонить раз в неделю, 15 минут по вот такому проводному телефону, когда стоит, знаете, как в кино. Очередь вот эта вот. И все кричат, давай быстрее. Это вот так. Телевидение, радио, газеты. Телевидение есть у них там. У них там есть один телевизор, насколько я знаю. И знаете, что меня поразило? Но это правда я не только, ну, не от Михаила Борисовича узнала, а от других сидельцев. Что смотрят в тюрьмах? Что смотрят в колониях? Один канал? Как вы думаете, какой? Во всех тюрьмах один и тот же. Даже боюсь, не знаю, я слишком слабо знаком с российским телевидением, не знаю, боюсь предположить. Но может быть, я не знаю, с сериалами какой-нибудь, СТС-ТНТ там. Муз-ТВ. А-а-а. Телочки. А-а-а. Телочки танцуют. Ну да, да, конечно. Можно было гадаться. Плюс там еще такие всякие текстовочки идут, интересные. Вот, Муз-ТВ все смотрят. Так что, как вы понимаете, навряд ли Михаил Борисович его смотрит. Я, правда, не спрашивала специально. Хорошо, а прочие источники информации, откуда он владеет этой информацией? Он выписывает газеты. То есть газеты любые? Газеты выписывает. Без ограничения? Ой, вы знаете, даже не знаю. Наверное, да. Вот честно, не знаю, были ли ограничения. Наверное, если бы были, я знала. Книги там, библиотека. Книги можно, да, выписывать. Я не знаю, когда он это делает, правда. Это какой-то монстр в хорошем смысле слова. Когда он спит, непонятно, потому что он прочитывает там за неделю коробку книг, кучу газет. Книги можно выписать по интернету, скажем. У него нет интернета, да. То есть каталог какой-то кто-то должен ему распечатать. Ну, что-то он узнает, естественно, из газет. Что-то узнает, там, передаем через адвокатов что-то. Например, он знает, что вышел новый роман Пелевина. Конечно, он хочет его прочитать. Причем, в общем, он может это не спрашивать. Мы так и пришлем. Или там. Передадите через адвокаты. Да, Людмилу Иулицкой. Ну, пошлем по почте. Либо там Акунина, Григория Шаловича, Чиртишвили. То есть он, конечно, в этом смысле он не оторван. Но он оторван во всех других смыслах. Понимаете, читать это одно. Это то же самое, как учить язык по самоучителю, никогда не слыша, как он звучит. Просто транскрипцию читать. А пишет он вот те вещи, которые новая газета публикует, ведомостях сейчас, это от руки написанные вещи? Или он может набирать на компьютере? Он диктует адвокату. Он диктует. То есть сначала, видимо, пишет от руки, затем диктует адвокату, и адвокат просто, так сказать, забивает и затем уже пересылает. То есть нету даже компьютера для того, чтобы просто набирать тексты? Нет, конечно, нет никакого компьютера. Нет. Нет никаких... Ну, понимаете, вот мы с вами сколько уже... У вас какой телефон? Айфон? Нет. Нет? У меня айфон. У меня были все айфоны, которые были. А он его в руках не держал никогда. Он даже не знает, что это вот это вот такое, вот эти вот все знаки, которыми мы... Зумы. Зумы, да. То есть вот эти планшетники, вот эти поколения связи бесконечности. Он к Wi-Fi никогда не подключался. Понимаете? А он человек, который был совершенно помешан на всех этих гаджетах. Ну да. Для него это эти вот... Для его ума вот эти вот новинки технологичные. Это было что-то самое удивительное. И вот... Какой примерный распорядок дня, да? Один день Ивана Денисовича, один день Михаила Борисовича. Как примерно вы себе его представляете? Я его как себе представляю? Нет. Как вы его знаете? Ну, насколько я его знаю, он с утра... Ну, там, подъем, оправка и так далее. Как у них это все красиво называется? Работа. С утра до вечера. Папки делает. Папки делает. Папки делает. И когда остается свободное время... Бывший богатейший человек России делает папки. И когда остается... Свободное время, там, ну, там, естественно, существуют еще какие-то там обязательные процедуры, там, я не знаю, там, построение, там, еще что-то. Это все очень хорошо у Володи Переверзина описано в книге. Бывший Юкосвитц, который это все делал, 7 лет. Ни за что. Он на тот момент, когда его взяли, уже три года как не работал в Юкосвитц. Он написал книгу очень хорошую, очень подробную. Вы знаете, я считаю, что это... Мастрит абсолютно сегодняшний. То есть любой человек, который находит себе силы выходить на болотную, на санкционированные митинги, как мы знаем, это тоже теперь опасно. Вот. Он должен прочитать эту книгу, чтобы знать, как первый раз заходить в СИЗО, как первый раз заходить в камеру, как... Как здороваться, представляться. Как здороваться, как представляться, как себя вести, как выжить в этой ситуации. Это ужасно, это очень тяжело. Но эту книжку, конечно, надо прочесть. Вот он скоро выйдет. Сколько часов есть в дне свободных для того, чтобы то что-то чесать, читать и писать? Я так понимаю, когда как. В зависимости от... Сон же нельзя брать, там же сон тоже обязательный отбой, наверное, по распорядку. Не скажу вам точно. Ну да, то есть... Ну да, в любом случае здесь как-то приходится, наверное, выкраивать, урезать вот эти. Да, да. И как он это все успевает, я не знаю. В камере соседи у него есть? Там бараки. Это, да, это же не тюрьма, это колония. Там бараки. Да, конечно, есть соседи. А его отношения с другими заключенными сейчас... Хорошие отношения. Его уважают. Никаких, слава богу, инцидентов не было. С начальством вроде бы там... Тоже не было никаких прецедентов здесь, вот в Сегеже. Все. Более-менее по-человечески, если это можно применить к такому месту. Вы знаете, это страшное место. Несмотря на такую красоту, я там побывала, это жутко депрессивное, где пахнет адом в прямом смысле, потому что там целлюлоз-бумажный комбинат, и когда накрывает облаком, ну, говорят, что человек привыкает ко всем запахам. Не знаю. Очень трудно к такому запаху привыкнуть. Но все же ближе, чем чета. Но все же ближе, конечно, и родителям, и семье, конечно, намного удобнее. Потому что, ну, представляете, здесь 20 часов на поезде, и ты там. Ну, вот эти зарисовки эти его совершенно удивительные, короткие. То, что вот я в «Независимой газете» читал, отдельных заключенных каких-то и работников. То есть, извините, да, в «Нью-Таймс». Да, 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 короткие. То есть он очень все так наблюдает хорошо и внимательно. У него очень хорошо сказала Людмила Евгеньевна Улицкая, что у него было время, чтобы у него проснулся дар писателя. Дар очевидца, наблюдателя и рассказчика. Ольга Писпонин, представитель Михаила Ходорковского по связям с общественностью, сегодня у нас в гостях. Мы продолжим после перерыва. И снова добрый вечер. Говорим сегодня о Михаиле Ходорковском с его представителем по связям с общественностью Ольгой Писпонина. Он всем, я думаю, хорошо знакомый по телеканалу «Дождь», по другим своим работам в масс-медиа. Но вот человек все это оставил, чтобы стать представителем Ходорковского. И я сейчас хочу понять, собственно, что ждет нас в ближайший год и в ближайшие годы. Но я так понимаю, что вы и все рассчитываете на то, что 25 октября 2014 года произойдет освобождение. 26-го, да, произойдет. Ну, конечно, мы рассчитываем, и мы очень надеемся на это. И верим. Ну, а как иначе? Сейчас с третьим делом там никаких нету телодвижений. А никто не знает. А следователи не распущены. Следователи работают. А адвокаты не имеют доступа? Они не обязаны давать информацию следователю? Никто ничего не знает. Никто ничего не знает, что там варится в этом котелке. Будем надеяться, что ничего. И ребята выйдут. И Платон Леонидович, Михаил Борисович. Платон Леонидович немного раньше, да? Он где-то летом, в июне где-то, да? Получается, раньше. Я вот просто пытаюсь представить этот сценарий будущего года. На сто дней больше сидит Платон. На сто дней больше, ну да. Ну да, это, собственно, одна из причин, по которой Ходорковский тогда остался, потому что уже был взят заложник, и он не мог бросить. Я пытаюсь представить эту ситуацию 2014 года, и я понимаю, что у нас динамичная, конечно, социально-политическая реальность, но у меня есть сильное подозрение, что Владимир Владимирович по-прежнему останется у власти, еще будет у власти в 2014 году, и будет также в обозримой перспективе. И вот это вот сосуществование их. Скажите, вот с вашей точки зрения, это был личный конфликт с Путиным или гораздо более сильный системный конфликт? 2003 год. Давайте я не буду мою точку зрения на это говорить, потому что по этому поводу высказалось огромное количество и политологов, и умнейших мужей человечества, и так далее, и так далее. Понимаете, можно как угодно относиться к Михаилу Борисовичу, хотя, как показывают соцопросы, кардинально уже изменилась и меняется, это динамичное изменение, меняется отношение к нему народа. Как оно меняется, кстати? Что вот вы здесь можете... Знаете, у нас же народ многострадальный и любит сидельцев, любит еродивых, любит тех, кого обидели неправедно, и так далее. То есть если изначально мы все прекрасно помним, как относились к тому, что посадили Хоторковского, да и так ему и надо, олигарху этому... Вор должен сидеть в тюрьме. Да, и вот все, что угодно звучало, то сейчас, если даже в глухих деревнях уже спрашивают, да что ж такое-то, сколько ж ему можно сидеть-то уже, да уже все отсидел, уже искупил все грехи. Это в ментальности русского народа, в принципе. Это какое-то социология... Это такое очищение. Какая-то социология зафиксирована отношение к Хоторковскому? Опросы какие-то были по этому поводу? Были. Я сейчас, конечно, не вспомню, когда это было, но это было не так давно. В общем, динамика в отношении улучшения образа и отношения, она существует. Да. И поэтому, конечно, возникает один вопрос. Ну а если все прекрасно знают, насколько было смехотворно второе дело, там, сейчас даже не будем трогать первое, и ладно, второе дело было смехотворно настолько, что даже сам судья смеялся, то сколько же можно держать? Конечно, закрадываются какие-то сомнения, что это может быть что-то личное. Ну да. Ну вот он выходит в новый мир, предположим, очень надеюсь, что выходит, Михаил Борисович в октябре 2014 года, выходит в новый мир, который очень сильно изменился с 2003 года. Собственно, то, что происходит сейчас, в большой степени в 2003 году уже было заложено, уже было намечено пунктиром. По-вашему, сейчас что происходит с режимом? Идет у нас что? Мы переходим уже в некую новую стадию, стадию политических репрессий? Так мы уже там. Вы не заметили? А болотное дело, это что? А дело пусирает, это что? Навальный. А Навальный, это что? Стремительно развивающееся дело, состряпанное на коленке за месяц практически. Это началось в 2003 году, или это все феномен третьего срока? Ну подождите, в 2003 году делом Юкоса, всему бизнесу, олигархату и так далее, дали понять, сидите тихо, мирно, не высовывайтесь, будет вам счастье. Все сидели тихо, мирно и не высовывались. Счастья не случилось только. Но теперь уже все, уже нет обратного пути, мне кажется. То есть уже Махайк история так закрутился. Если мы уже перешли к репрессиям, а это действительно репрессия, вы посмотрите с болотным делом, что происходит, там же абсолютно ясно, дано, дадено понять, всем стратам, всем, не знаю, всем слоям общества. Инженерам, бабушкам, пенсионерам, студентам, белоленточникам, небелоленточникам, красным, желтым, синим, голубым, абсолютно всем, девушкам, парням, просто вот все флаги в гости к нам. Всем дали понять, ребята, вы вышли на санкционированную, еще раз подчеркиваю, санкционированную акцию протеста и оказались в СИЗО. И вам светит, мы не знаем уж, что там, двушечка, пятерочка, что там они напридумывают. Это, по-вашему, централизованный план или это вот такой вот кавкианский механизм репрессии, котомыховик, который раскручивается сам по себе, ловив некий первоначальный сигнал? Или есть некий план? Вы знаете, я не аналитик все-таки, я журналист, я по другую сторону. И для меня это вообще, вот для меня это, конечно, абсолютно кавкианская история, потому что, когда 91-й год был, 93-й, все, что творилось в России, это было так интересно, это было так свежо, это было так ново. Мы все так ухватились за свободу слова, мы были все так счастливы, свобода предпринимательства, сколько законов хороших принималось, какая конституция была сделана. И то, что мы это все отдали, даже не пикнув, всего-то через каких-то там 20 лет, у меня даже ребенок еще не успел вырасти, а мы это просто взяли и отдали. И никто даже не пикнул. Ну, как вы думаете, это кавкианский план? Или вряд ли, наверное же, они там сидели в Кремле, это еще продумали в 93-м, что, ах, мы возьмем реванш? Нет, конечно. Ну, может быть, это вообще некий план истории России, такой у нас выходит. Постоянно нас... Колея, проблемы колеи. Не знаю. Выскочили на секунду и снова в нее. Мне кажется, что Ходорковский был одним из тех, кто вот это вот все осознал и попытался сломать сценарий. Пытался выскочить, да. Одна из системных проблем была, мне кажется, даже не с Путиным, а с том, что он пытался быть другим и не играть по правилам. Так что здесь, честно говоря, у меня вот сейчас, в 2013 году, весной летом 2013 года, такие достаточно мрачные истории о совские какие-то интуиции. Хотя хочется верить, что рождаются альтернативные сценарии, альтернативные люди. Вот, так что дождем с 2014 года. И все же, вы как-то представляете, как дальше будет, если опять-таки мы все, if and when clauses в английском, если и когда Ходорковский выйдет, как будет дальше его общественная и политическая карьера развиваться? Нет. Были ли об этом какие-то разговоры и предварительные моменты? Нет, конечно, конечно. Какие общественные и политические карьеры? Нужно выйти. Его семья ждет. Трое детей здесь. Паша в Америке. Внучка, которую не видел никогда в жизни. Не держал на руках. Мальчишки, которые выросли здоровыми лбами, почти уже двухметровыми. А последний раз его в коридоре, ну, то есть, конечно, они ездят на свидание, но вот так вот. В Москве, что называется, последний раз его видели маленькими пацанетами в суде. Вот сейчас горизонт планирования вот октябрь, да, октябрь, октябрь 2014 года. Дальше, дальше уже, так сказать, будете... Дальше будем посмотреть. Дальше, дальше, дальше будете посмотреть. Ну да, я просто пытаюсь представить вот эту вот новую Россию и действительно будет, я думаю, всклеск большой интереса. Я боюсь, не оказалось ли бы это вторым извращением Сложеницына. Вот такой вот приходит человек, который заслужил своей биографией, своими трудами, право что-то говорить, он что-то это произносит, но слова падают в пустоту, как это случилось с Сложеницыным. Вот. Вы знаете, Сложеницын, Сложеницын с Шаламовым был все время спор. Сложеницын считал, что каждый достойный человек, думающий, мыслящий, должен сидеть в тюрьме. Благословение тебе тюрьма. Он цитировал Достоевского, да. И уже дальше, пройдя через этот опыт, как через чистилище, жить и строить. Шаламов, пройдя через это же чистилище, считал, что этот опыт абсолютно неприменим в жизни. И он противопоказан нормальному человеку. Потому что, ну, понятно, слабого ломает, сильного, конечно, делает сильнее, но он просто неприменим, неприкладной. И говорить о том, будет ли это пришествие Сложеницына II или не будет, я вообще даже думать об этом не хочу. Мне, правда, честное слово, главное, чтобы он вышел. А как самого Ходорковского тюрьма изменила за эти 10 лет? А вы читали его? Переписки, его интервью? Да. Вы знаете, я когда прочла... С Улицкой, с Акуниным. Да, когда я прочла их все вместе, одно дело, когда читаешь там, да, с какими-то там интервалами, промежутками временными. Ну, окей. Это интересно, это не очень интересно, но это более интересно. А когда читаешь сразу скопом, всё, и в хронологии, это потрясает. Я такого дичайше быстрого человеческого духовного роста не видела никогда. у меня, правда, это очень как-то глупо это сейчас звучит, да, потому что я работаю на него, но это действительно он меня восхищает как человек, как личность. А как вы опишите эту эволюцию системных взглядов? Что, ну, много, скажем, пишут о левом повороте, который произошёл у Ходорковского. Это тоже? Ну, я думаю, у него-то произошло много поворотов, намного больше, чем один, левый или правый. Но я даже себе представить не могу, как начинает работать мозг, когда ты попадаешь в заключение. Правда, не могу. Даже прочтаю многое количество, ну, множество книг о заключении, но то, что это очень сильный и очень быстрый духовный рост, это видно. Это видно просто даже невооружённым глазом, просто когда читаешь просто подряд его статьи. Что будет дальше? Куда он приведёт? Понятно, что этот человек не может останавливаться в развитии, но такой мозг не может отдыхать долго. И даже будучи ограниченным, да, в подпитке, да, мы же сейчас там, заходил, погуглил, не знаешь что-то, узнал через секунду, зайдя в свой телефон, а там же это невозможно. Ты просто заставляешь эти шестерёнки двигаться, вспоминать, что, может быть, забыл, что, может быть, не знал додумывать и так далее. То есть ему гугл тебе в помощь не помогает. Ну да, здесь уже на своём багаже надо ехать. Вы знаете, от себя скажу, что мне в нём удивляет даже помимо тюремного опыта его способность меняться. Я думаю, многие, конечно, из наших, из крупнейших олигархов, из обладателей крупных состояний нынешних, они должны были как-то измениться от 80-х к 90-м, к нулевым. Но вот интересно, как, действительно, это был один Ходорковский в 80-х, такой типичной советской истории, родители-инженеры, комитет комсомола, активисты и так далее, переходят в такого Ходорковского 90-х, типичные новые русские, дымчатые очки, усы, опломб, малиновые пиджаки и всё такое. И затем уже происходит какая-то перемена, мне кажется, на рубеже нулевых, когда он в такого вырождает, такого глобального капиталиста, который начинает говорить о корпоративной ответственности, о правах миноритариев, об образовании. Кстати, вот эта вот перемена, по-вашему, почему она в нём произошла? Ведь немногие из наших олигархов её претерпели из такого, из конкретного... Не многие? А кто занимается ещё образовательными программами? 90% благотворительности было на плечах Ходорковского. Нет, ну сейчас есть всё-таки крупные, я говорю сейчас, на 2013 год. Ну, кто, хорошо, кто занимается образованием в деревнях, в маленьких городках? Кто-то занимается, вы знаете? Ну, по деревням конкретно не знаю, мне как-то на слуху, на слуху крупные только проекты. Ходорковский первый, кто начал возить, знакомить регионы с интернетом, дарил там, проводил, ну, не он лично, естественно, хотя и он лично приезжал. Мне написал человек в Facebook, как ему, Ходорковский подарил там первый компьютер, и он, в общем, добился с этого момента каких-то вообще исполинских высот. А как это произошло? В какой момент, вот так сказать, Саввел превращается в Павла? Какой такой удар грома? Ведь Ходорковский образца там какого-нибудь 97-го года. Ну, я же не знакома с ним лично. Я не знаю, что с ним тогда происходило. Не знаю. Может, это зал... Мне кажется, это было заложено. Вы знаете, у родителей, они же сейчас занимаются детьми в Кораллово-лицей. И там учатся дети. И это дети из семей, где там родители, например, погибли при исполнении служебных обязанностей. Спитака были дети, беспризорники. Ну, разные. Понятно, что они сложные. Но когда заходят родители Марина Филипповна, Борис Моисеевич в лицей здании, и вот эти здоровые лбы пубертатные бегут к ним и ластятся, как котят, и обниматься, целоваться, и кричат. Ой, мы придумали такую сценку, а мы придумали такую стих, а мы придумали такую песню. Ой, слушайте, послушайте, мы сейчас вам всё покажем. Это фантастика. И ну, это нарочно не придумываешь, знаете, это невозможно купить, это невозможно там, да, подарками какими-то заслужить. Ну, это практически единственное, что осталось, лицей в Кораллово. Это практически единственное, что осталось, а должно было быть по всей стране. А должна была быть огромная сеть, ну, то есть здесь должен был быть огромный лицей. Рассчитывалось, подкупали, покупались под это земля. Вот, стройка должна была быть. Скажите, отношение к Ходорковскому в оппозиции. Вы как-то общаетесь там с лидерами в оппозиции, системной, несистемной? Он может быть некой, хотя даже сейчас находясь в заключении, некой консолидирующей фигурой? Ну, про отношения лидеров оппозиции вам самим нужно спросить, самому нужно спросить у них, как они относятся. Мы общаемся, естественно, мы общаемся, потому что мы общались и предыдущие все годы, и по работе, и не по работе. Мы, конечно же, обсуждаем текущую ситуацию о том, и строим планы, как бы было бы, если бы, вот, до кобы, если бы вышел Михаил Борисович, там, и так далее. Но, повторюсь, опять же, мы ни в коем случае сейчас не думаем ни о каких... Ну, да, политических карьерах. Политических карьерах нам нужно выйти. Ну, какая политика сейчас? Ну, там, каждый день, проведенный там, это ад. Даже если он вполне себе лоялен к тебе. Почему, по-вашему, фактически рассыпался весь протест 2011-2012 года? Это очень сложный вопрос. Мы постоянно это обсуждаем все вместе и по отдельности, и я сама об этом очень много думаю. во-первых, я не вижу, что он рассыпался, понимаете? Это та видимая часть его. То есть то, что стали меньше выходить, то есть вышли-вышли там 30 тысяч на болотную, а не 100 тысяч. Ну, подумайте, это логично. Ну, сколько можно выходить? Ну, Ну, раз вышли, ну, два вышли, ну, третий раз. Ну, вот если ждать, когда там очередной раз на какую-то подлянку подкинут, там, да, как, например, с законом Димы Яковлева, когда опять все вскинулись и вышли даже те, кто и не выходил никогда в жизни на болот, но и не собирался выходить. Я знаю таких кучу народа и очень успешных предпринимателей, и музыкантов, и спортсменов, и актеров, с которыми там я билась и ругалась, доказывая, что такое кровавая губня, они говорили, да ну ерунда какая, господи, все хорошо. Но тут вышли, не могли не выйти. Но мы же не можем ждать, чтобы нам все время подкинули подлядки, чтобы мы выходили и массовость какую-то создавали. Просто прошла эта стадия. Должна быть следующая. Должна быть другая стадия. Следующая ступень развития опозитив. В чем, по-вашему, это может заключаться? По-моему, по-моему, очень просто. По-моему, они должны сейчас уже наконец-то перестать ругаться и выяснять, к кому первым выходить на сцену, к кому вторым и под каким лозунгом ходить. А должны сесть все вместе к координационным советам, не координационным, вообще не важно кем. Просто какое-то экспертное сообщество должны сесть и готовиться ровно к тому, к чему должна готовиться, к чему должна быть готова оппозиция. Должны быть готовы законы, должна быть готова конституция, должна быть готова команды. Где это? То есть полный набор всех, так сказать, альтернативных институтов и инструментов. Если они называют себя... Политическая программа. Если это политики, у них должна быть программа. Ну, то есть одна из проблем выходит, что оппозиция не ставила себе политических целей. Я не знаю, какие цели-то она ставила. Ну, цели были, да, честные выборы. Это просто было оскорбленное чувство. Да, мы все оскорблены, мы все за честные выборы. Ну вот, окей, не случилось. Дальше. Дальше надо работать. Чего сидеть-то? Координационный совет, по-вашему, это нужный шаг был в этом направлении? Или там все вот в такое, в мелкие какие-то разборки вылилось? Во что вылилось, я не буду обсуждать. Во что вылилось, во то, что вылилось. Это их дело. Я считаю, что он был нужный как пример, ну, некой консолидации, некой возможности доказать, что, ну, выборы возможны. Ведь это были честные выборы, с дебатами. Это были на счету абсолютно каждый голос. Ни один не потерялся. Люди знают, за кого они проголосовали и теперь, соответственно, требуют. Это показала рабочие, ну, это такая институция, институция рабочая, я так понимаю. Другое дело, что вопрос к составу, вопрос к количеству, мне кажется, слишком большой просто координационный совет. Ну, 45 человек, конечно, им сложно договориться, тем более с такими кардинально разными взглядами на мир и на сегодняшний день. Мне кажется, что одна из тех вещей, которая могла бы быть с нашим протестом, но вот то, что она осталась не захвачена, эта тема, она сама прорастает в социальной справедливости, потому что все равно так или иначе поднимается левая повестка дня. Это какие-то и рабочие там в Калуге бастующие, это проблемы университетов, это проблемы там работников образования. И мне кажется, что не произошло. Оно могло произойти, вот я видел, оно намечалось на окупаях различных. Вот, но как-то в большом политическом контексте оно не произошло. Это привычные горожане пошли за привычными лидерами. И вот эта вот большая повестка, как, скажем, в Париже в 68-м году была, когда рабочие, студенты, интеллигенции, они выступают вместе. И вот я не знаю, вот сейчас, возвращаясь к Ходорковскому, я думаю, что в гипотетическом случае возвращение Ходорковского к какой-то общественной деятельности, его фигура и тот факт, что он совершил этот левый поворот, может быть, могла бы быть востребована. Вот в этом во всем... Или вы считаете, что бывший олигарх, все равно, пускай и претерпевший от режима, будет наносить на себе клеймо вот этого вот богатея, который не может быть... Откуда мы деньги? Вы же знаете, что все забрали. Ну, клеймо, я говорю. Где тут ЮКОС? Да. Все мы знаем, где он. Нет, почему? Конечно, мне кажется, что он может быть... Ну, как сказать? Это не общественный лидер, конечно. Нет, ни в коем случае. Ну, не знаю, понимаете, тут сложно подбирать даже какие-то синонимы, потому что... Нет, ну, лидер общественного мнения, то, что называется public opinion leader, в любом случае он заработал это право таковым быть, таковым называться. Это другое дело, насколько... Ну, к нему и сейчас прислушиваются, даже несмотря на то, что он сидит. Посмотрите, с каким вниманием читают его статьи. Ну, да, да, это, конечно. То есть для этого как-то специально называться лидером какой-то общественной организации, я сомневаюсь, что это как-то его должно быть. Ну, да, нет, я здесь у вас понимаю, что в любом случае мы сейчас как бы говорим совершенно о двух разных планах. У вас одна повестка дня, одна задача. Человек в тюрьме, человек несправедливо осужден, человек сидит, досчитывает какие-то дни. Неизвестно, так сказать, дадут ли, так сказать... 500 дней лишних. Да, да. И неизвестно до сих пор, что происходит с третьим делом. Ну, а тут, собственно, я с такими большими вопросами о судьбах России. Давайте выйдет, и он вам все расскажет, какие у него планы, что он собирается делать. Достаточно сложно, вы же понимаете, да, вы видите. Достаточно сложно быть голосом человека, который так далеко. Ему не позвонить, не спросить совета, не пожаловаться, что меня обижают журналисты. Но, тем не менее, я должен сказать, что у вас это получается. Этот голос очень человеческий, так что спасибо, что вы здесь побыли на этот час в нашем эфире. Спасибо вам, что позвали. Голосом Ходорковского. Да, мы еще раз поздравляем Михаила Борисовича с 50-летием. Ну что ж, и будем ждать 2014 года. А может быть, как знать, может быть, что-то произойдет такое, что это случится и раньше. Ольга, она же Кюли Писпанин, представитель Ходорковского по связям с общественностью, была у нас сегодня в студии археологии. Спасибо, Ольга. Это Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.